1 июня более 500 долгопилчан в возрасте от 13 до 19 лет начали работу в рамках организованной самоправлением программы летнего трудоустройства. 281 школьник в возрасте от 13 до 14 лет работает в своей школе. Такая возможность есть у воспитанников 15 городских учебных учреждений. 225 ребят в возрастной группе от 15 до 19 лет трудятся на предприятиях самоправления и в других учреждениях в Управлении образованием, Управлении спорта, Далгопилско-региональной больнице, Сиалаби-Картошина-Д, ПЖКХ, Далгопилс-Атексма в Далгопилском университете и в других местах. В обеих возрастных категориях были зарезервированы места для ребят из многодетных семей, а также для тех, чьей семье присвоен статус малообеспеченный или малоимущий. Еще 27 подростков от 15 до 19 лет благодаря финансированию самоправления начали работать по программе Государственного агентства занятости. Всего за летние месяцы будет трудоустроено более 1800 декларированных Далгопилс и ребят, которые в основном будут работать на уборке и благоустройстве территорий у школ, в парках, скверах и в других местах города. Когда камешки убираешь, полишь траву, есть ощущение, что чуть-чуть, но помогаешь городу. Я работаю здесь третий год. Самое ценное и полезное – это, конечно же, коммуникация с другими людьми и, конечно же, желание плачить денег. Я считаю, что то, что мы делаем, имеет значение. Например, здесь, на пляже, скоро начнется сезон, и для тех, кто играет в волейбол, важно, чтобы площадка была хорошо подготовлена и не было риска пораниться. Поэтому мы делаем полезную работу. Мне очень нравится, что в этой программе всегда есть возможность поработать на разных местах, смотря куда ты попадешь. То есть я работала и в садике, и в крепости, и на объекте сидела, и вот сейчас вот здесь помогают. То есть это очень много разных возможностей. Ты узнаешь много разных людей, и у тебя даже какие-то возможности на будущее появляются. То есть ты знакомишься с ответственными взрослыми людьми, которыми, если ты, может, понравишься, может, кто-то и возьмут тебя, в зависимости от этого. Ну и, конечно, деньги. Молодежный отдел напоминает. Начав работать, молодые люди должны подать свои налоговые книжки работодателю. Сделать это можно электронно, зайдя при помощи интернет-банка и электронной подписи в систему ЕДС на сайте vid.gov.lv. В таком случае зарплата на руки будет начисляться с учетом необлагаемого минимума и с применением ставки по доходовому налогу с населения в размере 21%, а не 23%. Если это не сделано, переплаченный налог можно будет вернуть в следующем году, подав декларацию о доходах. Результаты распределения рабочих мест опубликованы на домашней странице молодежного отдела. За несколько дней до начала работы работодатель по телефону связывается с участниками программы трудоустройства, чтобы договориться о подписании трудового договора. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга до выпуска городской думы.